Ворота счастья почти готовы. Скоро деревянный каркас обработают и обтянут яркой тканью. Сейчас художники трудятся над верхней частью. Вот солнце, как символ весны. Вот делаем это солнце. Тут еще декоративный элемент на крыше будет, и вот на него крепится солнце. Ворота установят на площади Куйбышева уже в эти выходные, как и главную героиню праздника. Здесь шьют наряд для масленой, образа или чучела-масленицы. Это лишь небольшая часть. Для наряда виновницы торжества подготовили больше тысячи квадратных метров ткани. Вот такой, бордовый и бежевый. Маслена – дама модная. Наряд шьют в актуальных цветах этого сезона. 23-метровую куклу установят на елочный каркас, и она будет главным украшением на площади Куйбышева на протяжении всей праздничной недели. Там же на площади будут работать тематические площадки, деревянные аттракционы, горка, больше 20 точек питания с главным масленичным угощением блинами. Появится еще дополнительный арт-объект. Мы назвали его так «Самарский самовар», где будут работать комарухи и я, и ряженые. Более полноценно будет работать город мастеров с 23-го числа. В резиденцию Деда Мороза прибудут другие сказочные персонажи – Емеля, Баба Яга, Леши и другие. Они будут развлекать самарцев во время всей масленицы. Это был семейный праздник. На протяжении масленицы, на протяжении масленичной недели надо было максимально часто ходить к родным и близким в гости. Надо было быть готовым постоянно принимать гостей. В праздничной суете не забудут и о безопасности. На площади Куйбышева будут дежурить спасатели, медики и полиция. Масленицу будут провожать во всех районах Самары. Каждая площадка должна быть под присмотром, говорят сотрудники МЧС. В первую очередь, это, конечно, нужно иметь определенный персонал, который должен быть обучен, те, кто будет обеспечивать безопасность. Праздничная неделя завершится 26 февраля народными гуляниями на площади Куйбышева. Олеся Карецкая, Сергей Баскин. События.